С 1 августа проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения для всех пенсионеров Москвы и Московской области станет бесплатным. Этой позитивной новостью руководитель муниципалитета открыл еженедельную планерку. Настроение совещания несколько изменилось, когда перешли к обсуждению работы в системе добродел. Некоторые поселения по-прежнему остаются в красной зоне. В лидерах, как обычно, у нас остается по общему количеству поступающих обращений. Это городское поселение Одинцова, как мы видите, значительно в разы больше, чем все остальные. 2000 жалоб. Но, обращаю ваше внимание, даже в таком разрезе, если две недели назад это было 2362 жалобы, то на сегодняшний день это 2042, практически на 300 жалоб меньше динамика положительная. По остальным поселениям порядка 100 жалоб получается еженедельно. Коллеги, продолжаем держать на личном персональном контроле добродел. Также на следующую неделю будем наши красные зоны поднимать. На личном контроле у главы района находится вопрос капитального ремонта лечебных учреждений территории. Не все подрядчики добросовестно выполняют взятые на себя обязательства. Именно поэтому контроль приходится ужесточать. Решено сформировать комиссию, которая будет принимать и постоянно мониторить качество проводимых работ в поликлиниках и больницах. Каждый год на территории нашего района ведется это важнейшее для населения работа. И, честно говоря, каждый год она вызывает у нас серьезные нарекания. Уже стал системным срыв сроков по проведению работ. Плохая организация самих строительных работ. А местами мы сталкиваемся с низким качеством проведения. И нам с вами приходится выезжать на эти объекты и устраивать порку подрядчикам и заставлять что-то переделать. Мы очень рассчитываем, что в 2018 году традиция заваливать, так скажем, ремонтную работу в системе здравоохранения, она закончится. Немало проблем в этом году подкинула флора. Борщевик стремительно распространяется по территории Одинцовского района. Более 100 гектаров уже захвачены сорняком. Власти не дремлют. Началась активная борьба с ядовитым растением. Из областного бюджета направлены дополнительные средства. К середине июля муниципалитет должен быть полностью очищен от борщевика. Общая площадь произрастания борщевика Сосновского составляет 114 гектар. При этом наибольшая площадь произрастания находится на территории городского поселения Кубинка – 48 гектар. Сельское поселение Никольское – 27 гектар. И городское поселение Большие Веземы – 24 гектара. Причем вы видите на этом слайде с большим отрывом от других городских и сельских поселений. По итогам совещания были озвучены поручения главы. Андрей Иванов держит руку на пульсе. «Проблемные точки есть, и их нужно решать сообща», – подчеркнул руководитель.